Его жизнь Самый большой вертолет в мире. Ми-26. Гордость русской авиации. Но даже такой сильной и надежной машине требуется помощь. Очень жалко смотреть на вертолет, вот как здесь стоят некоторые. У нас, так называемый, в зеленом ряду. Они не предназначены летать в мире, как живые птицы. Спасти спасателя. Помочь тому, кто всю жизнь помогал другим. Кто на это способен? Наш партнер, вертолет России, рекомендовал нам Новосибирский завод, как завод, который, во-первых, находится относительно близко к нашей республике. Во-вторых, уже отремонтировали для нашего министерства обороны два вертолета и получили очень хорошую оценку. Техника, с помощью которой выполняются все спасательные работы, требует к себе обязательного обслуживания, внимания и сопровождения. Уникальная операция. Такого в мире еще не делал никто. Сделать частичную разборку в условиях аэродрома здесь, у заказчика в Казахстане. Агрегаты отправить машиной. Сам вертолет уже перенести в фюзеляж, таким же вертолетом Ми-26, на завод, где будет произведен уже полный разбор, ремонт вертолета, полная сборка, испытания. Вертолет Ми-26 настолько большой и крупный, что никакими видами транспорта его невозможно перевезти. Морем провезти нельзя. По железной дороге тоже. Ну и по автодорогам тоже не провезешь их. Поэтому возникла идея, первоначально казалось абсурдной, доставить их по воздуху. Смущало одно, большое расстояние. Поднять вертолет в воздух. Казалось бы, простая рабочая ситуация. Если вертолет на ходу. А если нет? Подготовка была, конечно, сначала теоретическая. Были просчитаны веса всех агрегатов, которые нужно снять, демонтировать. Была просчитана центровка вертолета. То есть большая работа была выполнена. И очень большое было удовлетворение. После того, когда практически было все демонтировано с вертолета, что мы посчитали, произвели контрольное взвешение фюзеляжа и получили тот результат, который был просчитан теоретически. То есть остались все довольны этим результатом. Конечно, самый трудный момент был. Это самый первый подъем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Поднять воздух – это только начало. Вертолет болтает на внешней подвеске. Эффект маятника может сорвать операцию. Фюзеляж, который будет транспортировать, он по законам физики летит вправо 40-50 градусов. То есть получается немножко поперек ветра. Предложение поступило от нас. ЮТЕЙР нас поддержали. На хвостовую опору мы привязываем вытяжной парашют. Почти сразу от этой идеи придется отказаться. Парашют увеличит парусность и снизит скорость полета. Если приборная скорость составляла, допустим, 80-90 км в час, при встречном ветре 30-40 км. По дороге автомобиль едет и обгоняет вертолет. Второй рейс. Сильный встречный ветер. Скорость падает до 50 км в час. Опасаясь, что горючего не хватит и долететь до назначенного пункта станет невозможно, командир принимает решение садиться в поле. Приходилось садиться в таких точках, где практически ничего нет. Доставка туда топлива, заправка, перелеты. Это все очень сложная работа. После каждого перелета мы все возгласнимали с вертолета. Мы их испытывали, делали неразрушающий контроль. Смотрели, что с ним произошло в процессе полета. Были какие-то повреждения, разрушения, трещины. И только после того допускали к следующему полету. Две тысячи километров. Две страны. Семь остановок в пути от Джамбула до Новосибирска. Что это? Подвиг? Или просто работа? Транспортировать именно фюзеляж вертолета Ми-26 мне довелось впервые. И сразу хочу сказать, что работа неординарная и сложная. Диана была необычная. Я участвовал в перевозке Ан-24-х. Коллеги перевозили другие вертолеты маленькие. Мы перевозили их на полигоны, так сказать. Уже отжили свои. А тут везет для восстановления, чтобы поднятия не было. Ее нельзя поставить на поток. Ее нельзя сделать серию. То есть, эта задача решена персонально для этих вертолетов. Данная операция не совсем обычная. Она, можно сказать, оставит след в истории. Подвигом ее назвать тоже нельзя. То есть, это хорошо сделана работа. Здесь нужен был творческий подход. Я за это и горжусь нашими людьми, что каждую задачу мы здесь решаем творчески. Новосибирский ремонтный завод, вертолетно-сервисная компания, ЮТР, Казавиаспас. В этой всей работе участвовало где-то около ста человек. Мы очень дружно отработали и в итоге получили то, что хотели получить. Здесь очень многое зависело от опыта нашего перевозчика и от тех пилотов, которые это выполняли. Очень многие вещи они выполнили блестяще. Что касается дальнейшего развития, то Новосибирский ремонтный завод выбрал один из векторов развития. Это именно увеличение количества ремонта вертолетов Ми-26. Сейчас же мы можем сказать уверенно, что где бы эти вертолеты ни находились, можно организовать и восстановление этих вертолетов, и транспортировку этих вертолетов на сертифицированные предприятия для того, чтобы продлить их жизнь. Вот это вдвойне удовольствие для нас было. Сказать спасибо людям, которые идею развивают, позвали нас им помочь. Надеемся, что идея выполнится, и русская авиация возродится дальше. Большие вертолеты будут прилетать. А отношение к вертолету как к живому организму, который тебя понимает, оберегает и послушно выполняет твое желание, скажем так? У них своя особенность полетов. Это не самолет, а вертолет может сесть здесь всегда, имея 100 профессий, как раньше у нас было в газетах писали. Живое существо, которое в наших руках. Он должен был вернуться. Иначе никак. Потому что его помощь нужна везде, всегда. Он живет ради этого. И сегодня он снова в строю. Потому что есть те, кто помогает ему. Новосибирский авиаремонтный завод. 70 лет с вертолетами. Субтитры создавал DimaTorzok